И вновь на сцене, Абит Асумов, еще более громкие аплодисменты. Очень весело. Абит Асумов, еще больше. Абит Асумов, еще больше. Я просто объясняю, что цветы до Ташкента не дойдут. Лучше деньгами. Шутка. Я могу по-всякому, просто надо заплатить, товарищ. Поэтому спрашиваю, на каком языке мне говорить. Вы знаете, все-таки русский язык он интернациональный. Во-первых, мы в гостях в Пензе. Я не ожидал, что вот столько наших соберутся в Пензе. Во-первых, спасибо администрации. Классный стадион, очень четкий, аккуратный. Вообще слов нет. Дахшат, узбек сейчас нет, дахшат. Вот. Начнем опять с узбеков. Новый узбек. Есть такие тоже. Меня на селе спрашивают, а ведь вот у нас есть новые русские, а у вас есть новые узбеки? Я говорю, конечно, есть. Конечно, есть. А как они говорят? Они говорят так же, как новые русские, только по-узбекски. Мои друзья говорят, покажи. Я говорю, я точно не знаю, как вот ваши крутые русские, как... Например, ты понял, да? Короче, если что, отстегнешь туда, короче... Новый узбек. Короче, я музей нехарагин. Если что... Видите, одинаково. Слова другие. У меня есть очень крутой новый узбек. Читает друг. Он говорит, я очень крутой дух. Костюм стоит 50 тысяч евро. Два штука, все мне, я думаю, что тебе будет другой. Он скажет, что это здорово. Куфлины кордем. Чотки туфли. Пьер Карден вместе сшили эти туфли, вот. Ну, галстук, знаешь, да, 18 тысяч евро стоит этот галстук. Так, вот это вот, ну, такое вот издалека не видно, но вот это вот такое, знаешь, кольцо такое, 50 тысяч евро стоит. Так и живем. У тебя сигаретки нет? Сначала. Я вам просто не купил сигарету, он не купил, не успел, человек, что успел здесь? И вот такой новый узбек поймал золотую рыбку, представляете? Новый узбек поймал золотую рыбку. Рыба говорит, человек, загадай три желания, я все исполнил, только загадай, узбек. О, рыба, о, золотой рыба, короче, я хочу, чтобы вот с левой стороны поднялся большой волна на сметажный дом. Пошел на правую сторону. Рыба исполнила, волна поднялась, ушла туда, нормально. Второе желание, о, человек, второе желание, о, рыба, о, короче, я хочу, чтобы с правой стороны поднялся волна, пошел на левую сторону, восьмый этажный дом. Все. Второе желание рыбы исполнила. Третье желание. Я хочу, чтобы от меня поднялся волна на сметажный дом. Туда пошел, все. Она все исполнила, все нормально. Он отпустил рыбу золотую. Она вышла из воды, говорит, человек, я что-то не поняла. Какие-то странные у тебя желания. Волна туда, волна сюда. Загадал бы миллион долларов, загадал бы самолет частный, я не знаю. Или прописку в Нью-Йорке, я не знаю. Волна туда, волна сюда, наш-то наш Узбек ответил. Ребята, ты лэ Узбек самый главный движение. Я сейчас говорю Узбеки, я прописку в Нью-Йорке. Я сейчас говорю Узбеки, я не знаю, что я говорю. Делдушханик в городе. Саламет. Я, в мире, не знаю, что я знаю. Поговори, позвольте, потом перейдем на русский. Ааа. Ташкенда бласа, миш-мишку. Миштезна, ааа. Юндез Усманова. Растан? Ааа, Юндез Усманова. Оголи тухдды. Туркияда тухдды. Эндахшат чайи. Оголи апдды, хутды. Абддасам позву. Йоа, я ни чекара хайбом. Йоа, маскиадам орталы. Оооо, Юндез Туркияда. Молу, адаз Хоцайва. Болезо Молу, адаза Хоцайва. Молу, адаза Хоцайва. Суау, ааакова. Ежди, гости. Суау. Г Teacher. Я судьба вот с людьми. Идем Идем Хочу04 иныеejни. можно поехать из выросли теперь была! Очень много слухов разных. В Ташкенте пошел слух, что трехмесячный ребенок заговорил. Я говорю, такого быть не может. Я сам вырестил четверых, но в три месяца никто не говорил вообще. Заговорил. Что он сказал? Младенец, в три месяца. Он сказал «Буа». «Буа» по-узбексски, по-русски будет «дедушка». «Буа». Извините меня, пожалуйста, плохое очень такое. Знаете, он сказал «Буа, дедушка». Дедушка сразу скончался. Умер. Он сказал «Буа». Потом он сказал «Буа», то есть бабушка. И бабушка тоже отдала концы сразу. Он сказал «Хурас, петух, петух». Он говорит «Отец бедный ходит». «Эх, да». Чтоб он не сказал «Ота». То есть отец. Пускай говорит «Она, мама, у меня запас есть». Только чтоб он не сказал «Ота». То есть отец. И как назло, молоденец говорит «Ота». Отец, отец лег уже, лежит. «Алвудо, хатын, до свидания». Все. Короче, деньги там. Подуритаз. До свидания. Зарачка. Кровати. Все. Я умираю. Он сказал «Отец». Он сказал «Хурас, хурас умер». Он сказал «Дедушка, дедушка умер». Он сказал «Отец». Все. Я ожила. А че вы лежите? Че разве... Вставайте и быстро давайте на улицу. Че случилось? Вот я не знаю. Случайно вот сейчас умер наш сосед. Мужчины лата, женщины, че вы радуетесь, а? Айоли, салим, намаги курсанбосы. Броли, иры ульца, курсанли гелали, горе. Удивительно. Вообще, я не знаю. Это хазыл. Конечно, это шутка, это анекдот. А вот самый классный анекдот, который мне очень нравится. Значит, у этого узбека опять-таки родилось 9 мальчиков. И вот он очень хочет, чтобы в персятке была девочка. Он говорит «Ай, нехарао, езелепкетник, хамэ аэркей баскетты». Че такое? Давай, рожай девочку. Кто будет плакать, если я умру? Мальчики, от них толка нету. Давай, рожай девочку. Она бедная всю ночь молилась Господу. Эй, Худалджан, вот надо девочку. Ну, понимаете, надо это заранее заказывать. Че уже утром рожать, куда уже? Все, в принципе. Опять мальчика родила. И вот 10 мальчиков. Муж каждый день пьет. Жена ругается. Вот я хочу просто, как пензавчанам, да, вот так будет, да. В общем, я хочу сказать, что наши узбечки красиво ругаются. Знаете, вот русская может обматерить, честно говоря. Вася, пошел ты, на! И скажет, куда он пошел. А узбечка, она, знаете, она культурно ругается. Это называется каргиш. Мне, мои друзья, коллеги спрашивают, обид, вот как ругается узбечка. Я говорю, узбечка ругается, это как стихотворение, это как Алишер Налайи, Фрдавси. Покажи, конечно, покажи. Стоп. Абит, ты сам понял, что сказал? Я еще понял. Переведи. Я говорю, я все перевести не смогу, я фразу переведу. Ох, зина, литр, литр, оненький, сын. Чтобы тебя изо рта кровь шло литрами. Абит, ваше узбечки садистки, что ли? Я не понял. Нет, это шутка. Какой литр, литр? У меня 500 грамм карабин. Нет, ваше. Короче, жена говорит, муж, вот вы каждый день пьете, только из-за того, что у нас 10 мальчиков. Он говорит, из-за этого. Из-за чего? А, вот сейчас посмотришь. А, ваше. Турлари. Хороший-то, давай. Вставай. А, вставай. Все встали. Смотри. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Видишь? Одинаковый. Черный, черный, черный. Заводской загар. Ксерокопия. На 10-го смотри. Рыжий. Подтервингеллана. Вот откуда он? Откуда? Почему все черные, а не рыжий? Скажи, признайся честно, рыжий чей? Твой. Нет. Почему рыжий? Откуда я знаю? Как ты не знаешь? Почему все черные, а не рыжий? Сказать? Говори. А меньше надо было пищевичную водку пить. Да ладно, вот сосед Киви постоянно вино пьет. У него же дети не красные. Ты мне же мозги пудришь. Честно скажи, рыжий чей? Твой. Не верю. Поклянись. И покорная женщина Востока клялась. Я клянусь, что рыжий твой. Все? Все нормально. 65 лет вместе жили. 95 стало. Старику уже в возрасте. Последнее дыхание. Кемпер, старушка, я умираю. Последний раз спрашиваю, рыжий чей? У рыжего уже три внука. Ты до сих пор об этом думаешь, да? Спокойно умирай, рыжий твой. Не верю. Последний раз поклянись. Я скоро попугаем стану. Я уже 65 лет клянусь. Последний раз клянусь, что рыжий твой. Ты понял, да? Нет, ты точно понял, да? Рыжий твой. Ага. Только рыжий твой, да. У остальных отцы давно умерли. Как вы в нем видите, как вы в нем видите узбека. Это молодая Алла Пуга. Чего вы что думаете? Почему мужчине такой волк? Вам нравится? Честно? Ямки салеке. Ей он нравится. С таким волосом. Первый вкус. Ну, не знаю. О вкусах, конечно, и спорят. Давайте радоваться, что мне нравятся все-таки мужчины, а не женщины. Авитосомов, ваши турные, нескончаемые, друзья. У меня сейчас огромная просьба. Я знаю, что в этом большом-большом-большом количестве людей есть гости. Гости из другого города, из Саратова. Их 100 человек. 100 человек из Саратова, дорогие друзья. Ваши аплодисменты. Это люди, которые приехали специально в Пензов на концерт Елду с Усвановой. Пенза поприветствуем Саратов. А Саратов поприветствует Пензов в лице советника губернатора Саратовской области Якубова Михаила Бабашевича. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Вот такая межгородская дружба у нас с вами приключилась благодаря великолепной артистке. На концерт Елду с Усвановой приезжают из соседних городов. И это многое значит. Прошу вам слово. Ассаламу алейкум азиаттар. Ну, Ассам у нас на русском языке говорит я тоже, чтобы все поняли пензенский. Мы с большим удовольствием узнали, что наша замечательная певица Елду Жусману приезжает в Пензу. И наш известный врач-хирург Икрамджан Акрамов, он пригласил нас сюда. Организовал поездку сюда очень многих саратовцев, чтобы вместе с вами присутствовать на замечательном концерте Елду Жусмановой. Когда она выступает, мы все просто, вот я про себя скажу, у меня слезы на глазах, потому что это моя очень любимая артистка, которая очень много пережила и дарит свое искусство всем узбекам, которые живут в России, которые рады ее слушать всегда. Я думаю, что следующий концерт мы договорились с Елду Жусмановой, мы проведем в Саратове. Там тоже очень много наших земляков, и я тоже приглашаю всех пензенцев, как мы, тоже организовать автобус, приехать. И там мы, конечно, сделаем грандиозный концерт на стадионе, и будем очень рады всех вас приветствовать. А сейчас продолжение концерта Елду Жусмановой, нашей любимой певицы. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Что, Пенза, поедем в Саратов? Но только после того, как вы все с огромным удовольствием продолжите слушать здесь, в Пензе, на нашей земле.